Приветствую вас! Я думаю, честно говоря, что вы в первую очередь стыдитесь своего материального положения, вот, и этот стыд, собственно, в первую очередь мешает вам, значит, поступать так, как вам, ну, как вам хочется, поступать. Это первое, что я увидел. Значит, соответственно, под чувством стыда можно помочь вам освободиться. Дальше. Второе, что я увидел, это отсутствие доверия между вами и вашим человеком, вот. Я так понимаю, что речь идёт о мужчине, вот, я понимаю, что речь идёт о мужчине, с которым вы встречаетесь, может быть, не спите, но встречаетесь, вот, доверия между вами нет. Значит, потому что, несмотря на то, что он знает, что у вас проблемы, но вы не можете сказать. То есть, вы не можете сказать, ты не знаешь моё положение, так что извини, это действительно так. Но вы можете, но вы можете более открыто говорить о том, что у вас финансовый кризис, например, что, в общем, нормально, ничего криминального в этом нет. Дальше. Значит, я думаю, что в вопросе подарков важно не знак подарок, а скорее внимание, знак внимания. И деньгами это не оценивается ни в коем случае никак. От слова «совсем». Вот. И, соответственно, подумайте, подумайте, что больше будет, ну, значит, знаком внимания для... вашего мужчины. Понимаете, вот и всё. То есть, просто подумайте, что будет наибольшим знаком внимания для вашего мужчины. Если вы знаете, что он любит выпечку или, там, что ему будет приятно, что вы, там, что-то сделаете своими руками, супер. Если ему важна атмосфера, прикопывьте ужин. Вот. Если ему важна, там, вы, там, оставили какое-то напоминание о себе, да, то есть, человек такой духовный, то сделайте что-то своими руками. То есть, как бы, любое действие, оно всегда преследует какую-то цель для чего-то. И вы своего мужчины знаете, вы знаете, что он может оценить. Поэтому лучший способ, просто, вот, прикинуть, что для него более ценно и сделать это. Я полагаю, так. Вот. Насколько это вообще может быть приятно? Может быть приятно и пирог, и ужин, и, значит, изделие с собственными руками. Всё может быть приятно. А просто там, какой человек? То есть, что человек может оценить реально? Понимаете? И если вы общаетесь с ним какое-то время, то, наверное, у вас есть представление, что из предложенных вами вариантов, да, как бы, ну, лучше всего им воспримется. Если мужчина в курсе, что у вас проблемы, он, скорее всего, от вас никакого подарка не ждёт. И я думаю, что для него будет сюрпризом, что вы вообще что-то для него сделаете. Ну уж, а если вы постараетесь подгадать, ну, не подгадать, как бы, а вспомнить просто или, там, прикинуть, что, исходя из характера вашего мужчины, его больше впечатлить, да, и сделать это, это будет очень приятный сюрприз, который покажет именно отношения ваши к нему, к нему. Вот. Вот так. Но меня, как психолога, настораживает именно то, что вы следите своего материального положения, как будто бы, и то, что между вами и вашей мужчиной нет доверия. А вот это неостораживает. Ээээ... Эээ... 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 На мой взгляд, как бы, корректировать это и нужно, на мой взгляд, исправлять, в первую очередь. Вот. То есть, не видится эта проблема. Проблема не в том, чтобы что-то подарить, потому что вы, я уверен, вы сами знаете, что вашему мужчине понравится. Проблема в том, что вы не уверены в себе. Вы не уверены в себе, вы исключительно из-за стыда, из-за стыда и из-за, собственно, собственно говоря, отсутствия доверия. Знаете, ну так это нужно исправить, это нужно исправить. Если вы это исправите, то, как бы, ситуация будет лучше, гораздо лучше ситуация будет. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделает его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.